Сильная и величественная, хрупкая и беззащитная русская природа глазами известных художников. Вот нежные подснежники кисти Жуковского, а буквально по соседству сгустились сумерки Левитана. Коллективная выставка «Русский лирический пейзаж» для ивановского зрителя – это уникальная возможность приобщиться к живописной классике и познакомиться с полотнами Федора Васильева, Алексея Саврасова, Исаака Левитана и Станислава Жуковского. Это полотна региональных музеев Ярославского, Вологодского, Ивановского. Столичные в проекте не участвуют, поэтому и картины не самые узнаваемые. Здесь, может быть, вы не увидите вещей, которые можно встретить, скажем, в альбомах, каталогах художников, таких вот самых значимых. Но, тем не менее, ценность выставки от этого не страдает, не падает. Мы мастерство художников можем оценить и по, так сказать, работам второстепенным. И тут еще говорится, что есть, тем не менее, варианты работ известных, крупных. Это один из вариантов известной картины Саврасова «Грачи прилетели». Самая первая и самая популярная была написана в 1871 году. Потом мастер неоднократно пытался повторить успех. На выставке представлена картина позднего периода творчества – 1880-х годов. У нас один из, наверное, почти десятка вариантов повторений. Он, может быть, не столь выразительный по колориту и проще по композиции. Но, тем не менее, это те же «Грачи». Это тот же образ, безошибочно узнаваемый русским зрителям. Для этой розовощокой барышни не случайно отвели целый зал. Ее визит в Иванский музей – событие историческое. Картину известного художника Абрама Архипова приобрел местный коллекционер Юрий Марушкин. Конечно, вот это была большая удача, когда я сговорился и смог приобрести в свое владение вот такую замечательную работу Архипова. Он чем еще замечательный? Тем, что он редок. Редок, особенно, например, в Ивановской области. Его вообще нет. Живописи Архиповой и правды нет. Есть эскиз плаката, датированный 1914 годом. Коллекционер принял решение передать картину «Крестьянская девушка в Красном» областному музею. Ведь искусство должно жить. А живо оно пока интересно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.